Её называют ещё объездной Кузнецка, поэтому светофоры, которые здесь обновили в большей степени для народа, который передвигается на машинах. Два светофора теперь стали вызывного типа, чтобы не останавливать попусту движение. Также в районе Народной 53 появится абсолютно новый регулировщик с кнопкой. Он скорее сделан в интересах пешеходов. Буквально в течение одного года на этом нерегулируемом пешеходном переходе были сбиты две девочки. Притом это были две девочки, их сбили здесь аж два раза в течение одного года. Для того, чтобы таких ситуаций не происходило, поэтому мы здесь устанавливаем тоже светофор вызывного типа. Появится на Народной и ещё один светофорный объект на Т-образном перекрёстке Сабнорского. Здесь проблемы были у тех автолюбителей, что пытались вклиниться в плотный поток со второстепенной дороги. Особенно трудно приходится пока автобусам, которые не могут стартовать с места быстро. А иначе тут просто нельзя. Движение интенсивное. Автомобили едут по этой дороге в Орджоникидзовский район, Мыски и Междуреченск. Появится один светофор и на Запорожской. Его в подарок городу сделает подрядчик. Это у нас пешеходный переход, нерегулируемый в районе левого берега. Как раз по этому пешеходному переходу очень сейчас многие горожане ходят на берег реки для проведения своего досуга. Так вот, для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, в этом месте будет установлено дополнительное искусственное освещение, которого сейчас там нет, конкретно на этом участке. Будет установлен сам светофор вызывного типа. И соответствующие будут организованы подходы и барьерное ограждение. Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Новокузнецке сделают или обновят 8 светофоров. Если учесть подарок строителей-подрядчиков, то 9. Причем по срокам все объекты должны быть сданы до конца сентября. Александр Пятницкий, Дмитрий Андреев. Новости 10 канала.